подписание пакета документов. Прибывшего в нашу страну с государственным визитом по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева встречали на самом высоком уровне. Продолжение следует... Церемония официальной встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердамухамедова прошла в резиденции Куксарой. Особую торжественность момента традиционно подчеркнули строй почётного караула и аккорды государственных гимнов. Событие, которое ещё до начала активно комментировалось, как новая страница в узбекско-туркменском сотрудничестве. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем главы государств провели встречу тет-а-тет. Открытость, доверительность, схожесть позиций отличали эти переговоры. Состоялся обстоятельный и открытый обмен мнениями по актуальным направлениям двухстороннего и многостороннего сотрудничества. В том числе взаимодействия в политической сфере, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной областях. О механизмах углубления взаимодействия говорили президенты в ходе переговоров делегаций в расширенном составе. Была отмечена важность дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества, объемов взаимной торговли и диверсификации ее номенклатуры. Путем вовлечения в товарооборот продукции с высокой добавленной стоимостью. Прозвучало. Проводимые в странах национальные выставки и бизнес-форумы способствуют расширению контактов между деловыми кругами. Говорилось в ходе переговоров и о готовности стран продолжить системное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление преференционных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов. Строительство железных дорог, которые также создадут дополнительные условия для развития межконтинентальных транспортных коридоров. Состоялся обстоятельный обмен мнениями и по вопросам расширения партнерства в культурно-гуманитарной сфере. Как итог, лидеры двух стран подписали совместное заявление. Только здесь, в резиденции Кук-Сарой, действующие на данный момент прочную правовую основу, пополнили 17 документов, направленных на дальнейшее укрепление двухстороннего сотрудничества. В политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и области спорта. Итоги переговоров на высшем уровне главы государства озвучили на встрече с представителями средств массовой информации. Прозвучало. Они прошли в традиционно доверительной и конструктивной атмосфере. Президент Шавкат Мерзиёев подчеркнул. Развитие дружественных и добрососедских отношений с Туркменистаном является одним из главных приоритетов внешней политики Узбекистана. Это исторический визит, потому что это последовательная реализация тех договоренностей, которые мы договорились в ходе наших встреч. В узком кругу мы обо всех вопросах скрупулезно, глубоко, доверительно, откровенно договорились. Нет у нас вопросов, чтобы мы не решали. Есть вопросы, которые мы на перспективу, мы уже заложили большой фундамент, например, в транспортной, коммуникационной сфере, то есть логистика. Мы запланировали другие проекты тоже совместно продвигать вместе. Я думаю, это очень будет полезно для наших экономик, для наших обоих. Республик наши неоднократные беседы, встречи дали мощный импульс нашим узбекско-туркменским отношениям. Еще раз я хочу сказать, что эти встречи заложили прочную основу для развития взаимодействия во всех сферах на основе стратегического партнерства. Мы подписали договор о стратегическом партнерстве. Это говорит о многом. И сегодняшняя наша встреча, мы еще дальше взяли на себя очень много вопросов во всех политических отношениях, торгово-экономических. У нас торгово-экономические отношения с каждым годом идет по увеличению. В первом квартале у нас взаимный торговый оборот вырос по сравнению с прошлым годом на 55%. Вы знаете, в 2017 году 40 делегаций Узбекистана были в Туркменистане. Мы сегодня договорились о взаимоотношении предпринимательского сообщества, чтобы непосредственно предприниматели встречались. И понимаете, уже это стало традицией. В Туркменистане проходил форум предпринимателей. Сегодня у нас проходит этот бизнес-форум. 200 миллионов долларов есть соглашение между предпринимательским сообществом. Есть вопросы безопасности по Афганистану. Мы серьезно говорили о трансграничных реках, о водных проблемах. Мы договорились, что мы создадим комиссию по водным вопросам. Мы договорились сотрудничать между правоохранительными органами по борьбе с трансграничной преступностью, по борьбе с терроризмом, наркотрафиком. Я благодарен Гурбанголю Меликулевич за поддержку инициативы Узбекистана, консультативной встречи руководителей глав Центральной Азии. Сегодня Гурбанголю Меликулевич дал свои предложения. Я думаю, они имеют очень серьезную основу. И самое главное, следующий год у нас в Ташкенте будет эта встреча. Цель одна, чтобы благополучие наших граждан, наших людей и взаимопонимание между нашими соседями. Завтра мы будем посещать Хорезомскую область. Мы еще раз народом наших двух республик, нашим гражданам хотим показать общность нашей истории. Что очень далекие корни имеются дружбы, великой дружбы между узбеками и туркменами. В ходе состоящегося переговора были обсуждены состояния и перспективы наших двухсторонних отношений, вопросов как региональной и международной политики. Было констатировано и наличие больших перспектив по развитию нашего торгово-экономического сотрудничества. Достигнула договоренность и о наращивании взаимодействия в стратегических сферах. Это как в транспорте, коммуникациях, энергетике. И благодаря усилиям с обеих сторон уже, я бы хотел отметить, уже сделано немало. И одним из впечатляющих результатов стал вот в эксплуатацию марта прошлого года как железнодорожных и автомобильных мостов через реку Амударю между городами как Туркминабад, Туркминстан и Фараб, Узбекистан. Наша страна готова к совместной работе по созданию коридора по маршруту Узбекистан, Туркминстан, Каспийское море, Южный коридор с выходом как на европейские и ближневосточные рынки. И в этом контексте мы предложили Узбекистану как раз-таки изучить возможность использования современной портовой инфраструктуры на Каспийском побережье Туркминстана. Также и пригласили представителей из Узбекистана принять участие в церемонии открытия 2 мая этого года нового международного порта в городе Туркминбаши и в работе международной конференции «Высокий уровень» по вопросам транспортного сотрудничества. Были также отмечены нами как динамичный характер гуманитарного сотрудничества, как расширение связи в области культуры, науки, образования и спорта. И активизировались за последнее время наши програничные связи между соседними областями, как Туркминстан и Узбекистан. И мы, конечно, договорились максимально поддерживать эти процессы на государственном уровне. А слова, прозвучавшие под занавес встречи, были наполнены особым смыслом. Мудрость и широта души наших народов служат прочным фундаментом для развития и углубления.